Острый клинок, защитный шлем и перчатки. В такой экипировке почти как в рыцарских доспехах выступает Петр Третьяков. Мальчик занимается фехтованием, олимпийским видом спорта. Уже три года из своих двенадцати. На межрегиональных соревнованиях в Новосибирске юный ассамблист завоевал серебряную медаль. Фехтование мне нравится за счет скорости и за счет нанесения ударов. Каждая фраза разная и нужно перед ударом думать. В принципе, я ожидал, что я войду в четверку, но в боях мне было очень сложно. Нам давали очень мало времени отдохнуть, как вызывают уже на новые бои. Соревнования в Новосибирске для Пети первые крупные. Занять на них второе место – хороший результат. Тем более, конкурентов было много. На турнире принимали участие больше 190 фехтовальщиков. Кстати, в региональных турнирах юный ассамблист неоднократно побеждал. Петя очень целеустремленный, очень нацеленный всегда на результат. То есть, не важно, кто это – старший, младший, еще более старший. Он всегда должен быть первым. Это, конечно, выдающаяся черта, которая дает ему стимул сражаться до конца, до победного. В спорт мальчик пришел не случайно. Фехтованием в семье Третьяковых первой начала заниматься Мария – сестра. Петя увидел ее успехи и заинтересовался. Мария занимается фехтованием 6 лет, саблистки 15. И она уже входит в состав женской сборной Алтайского края. Недавно команда вернулась из Москвы, где спортсменки завоевали золото. В личном зачете девушка заняла четвертое место. От выхода в полуфинал ее отделил один удар. Мы вернулись с соревнований и сделали выводы, что нужно быть более собранной и внимательной во время боя. Поэтому сейчас будем тренировать, чего не хватило на соревнованиях. Саблисты уже готовятся к следующим турнирам. Тренируются по 2 часа 5 дней в неделю. Как в группе, так и индивидуально с тренером. Мария в середине декабря отправится в Новосибирск на всероссийские соревнования. Они станут отборочными в сборную страны. Соревнованиями горят всегда. Ездить любят, с удовольствием. Когда приезжают, в зависимости от ситуации, как выиграли или проиграли. Но в любом случае никогда не было такого, что если проиграл, все, я бросаю заниматься. Кстати, до фехтования Мария и Петр занимались другими видами спорта. Однако именно выступления на саблях помогли им раскрыть характер чемпионов. Тем более, как говорят фехтовальщики, в этом спорте работает все одновременно. Голова думает, рука делает, а ноги дорабатывают. Алина Пенигина, Алексей Михайлов. Новости.